Минимальный размер оплаты труда в Ивановской области – 11 280 рублей. Именно столько получает учитель химии из школы номер 15 Светлана Вейснер. Сил молчать об этом у педагога не осталось, поэтому она записала видеообращение и выложила его в сеть в открытом доступе. За несколько дней запись посмотрели тысячи человек. Недавно я спросила у своего директора, почему у меня такая маленькая зарплата. В ответ она улыбнулась на прямой вопрос, почему не выполняются майские указы президента, в которых говорится о том, что учитель должен получать не менее, чем средняя заработная плата по региону. Директора соединила меня с заместителем управления образования города Иваново. Заместитель управления стал объяснять мне, что я совершенно неправильно трактую майские указы. Она пыталась убедить меня, что работа на полторы ставки, что работа в 5-6 уроков в день стоит ровно 11 300. Я с этим не согласна. Я считаю, что это оскорбление для педагога. Кроме химии Светлана преподает географию, технологию и факультатив, колодию здоровья. За 96 часов в месяц, а это 5 уроков, каждый день женщина получает минималку. В управлении образования городской мэрии ознакомились с ситуацией учителя и подтвердили информацию. Она нетипична, эта заработная плата. Хотя, вот вы видите, в данном случае она так сложилась. Почему так сложилась? Потому что учитель не имеет педагогического стажа работы. Впервые она пришла работать в школу 20 февраля 2019 года. Это первое. Второе. У учителя нет никакой квалификационной категории. Нет категории, классного руководства и профессиональных достижений. Значит, нет и стимулирующих, которые, как правило, составляют львиную долю учительской зарплаты. Никаких мер поддержки, как молодому специалисту Светлане Вейснер, не положено по закону из-за возраста. Несмотря на то, что она впервые пришла работать в школу. Да и сама школа, в которой она преподает, в целом по городу не отличается высокими окладами. Здесь можно и дополнительные взять нагрузку, можно классное руководство взять, можно работать на замещение уроков, потому что это всегда востребовано в школах. Можно повышать свою квалификацию и, конечно же, работать над тем, чтобы заработать стимулирующие баллы, готовить ребят, участвовать в олимпиадах, участвовать с ребятами в различных играх, мероприятиях. Видимо, по мнению властей, адекватную зарплату учитель может получать только в том случае, если с утра до вечера ведет уроки, работает по выходным, а ночи посвящает проверке тетради и составлению отчетов. Мне нравится работать учителем, но работать за 11 300 я не могу. Поэтому я создаю региональное отделение независимых профсоюзов Альянс Учителей. Коллеги, давайте перестанем бояться. Давайте поймем, что если мы вместе не будем протестовать, то система образования придет в упадок, а мы будем влачить нищенское существование. Справедливости ради стоит отметить, что Альянс Учителей, судя по всему, связан с оппозиционным движением Алексея Навального. А история со Светланой Вейснер не лишена политической подоплеки. Впрочем, это вряд ли оправдывает систему, в которой учитель за свой труд получает 11 300 рублей. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.